всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать для вас расклад под названием ваши желания что вам помогает а что мешает их исполнению смотреть мы будем на три позиции как обычно камешки уже есть здесь напоминаю что мои услуги если вы хотите что-то приобрести узнать о них вы можете нажав на ссылку мои услуги в описании под этим видео либо перейти на главную страницу моего канала найти плейлист который так и называется мои услуги там вы увидите ролики по каждому моему продукту где я рассказываю о чем он вот ближайшее будущее я планирую открыть несколько уроков из разных курсов для того чтобы вы могли ознакомиться вот и понять для себя подходит ли вам информация которую я озвучиваю на том или ином курсе или нет и третий способ то если опять вы перейдете на главную страничку моего канала верхнем правом углу нет в нижнем нижнем правом углу есть такой голубой значок прямо на шапке там где написанное линия анонсиаду вот нажимаете и вас тоже сразу перебрать перебрасывает на документ моей услуги в общем в принципе найти меня можно разными способами ну крайнем случае написать мне на почту и так надеюсь вы определились с позициями хочу вас поблагодарить всех кто присылает донаты в это такое достаточно трудное время я вам очень благодарна мне это очень и очень приятно на эти донаты я приобрела для себя очень интересную колоду на мой взгляд и вот ближайшее время она мне должна прийти не знаю то ли это англия то ли германия вот потом обязательно сделаю обзор на эту колоду я ее если честно только у одного таролога видела это этот таролог делал обзор на эту колоду русскоговорящие имею ввиду больше никто ее не ну я не видела ни одного таролога она очень интересная такая колода расскажу потом про не так давайте приступим и так позиция номер один голубенький камешек что поможет скорее всего что помогает а что мешает исполнению вашего желания можете загадать себе свое желание и мы с вами смотрим что сейчас происходит касательно вашего желания но здесь есть действительно мечта такая да по крайней мере пока она находится в плане даже не самой реализации а я бы сказала некой такой подготовки да то есть некая такая идея желания что да я хочу получить это желание имеет какое-то отношение к вашему дальнейшему пути именно по жизни то есть она каким-то образом влияет на ваш дальнейший путь и это желание одно связано с чем-то абсолютно новым возможно здесь есть такое желание как-то изменить свой образ жизни возможно пройти какое-то обучение здесь у кого-то тоже может быть возможно какая-то поездка какая-то дорога до встречи с кем-либо но однозначно чего бы это не касалось это имеет отношение к чему-то абсолютно новому да это вот то состояние когда хочу что-то новое хочу что-то свежее хочу что-то что как-то вот поможет мне ощутить себя именно в этих новых энергиях какой знаете свет хочется сказать вот вы как мотылек летите на этот свет если у вас готовность к принятию этого желания да и что в принципе помогает так вот помогает как раз таки желание того что вы уже готовы да то есть у вас есть какая знаете энергия у вас есть и ресурсы для того чтобы это все реализовать вы достаточно замотивированы на то чтобы получить именно свое собственное желание да вот то что вы хотите и при этом вы очень четко видите что результат своего собственного желания который вы получите ну либо который вы имеете в своей голове он действительно кардинально по аркану мира изменит вашу жизнь он как будто бы вам откроет новые границы откроет вам новые возможности здесь вот абсолютно новый какой-то этап в вашей жизни он связан как-то с этим желанием и безусловно здесь вот мотивация вы очень очень сильно замотивированы на это желание почему потому что этот результат он каким-то образом подведет итог вашему вашей прошлой жизни либо какой-то фазы вашей жизни и самое важное что откроет вам какие-то новые горизонты новые возможности и при этом удовлетворение которое вы получите именно на физическом плане она будет достаточно гармонично и с вашим состоянием души то есть это не только то что там я получу и ну вот то что осязаемо но вы еще и параллельно сможете получить какое-то вот душевное удовлетворение здесь однозначно это будет связано как-то вот с каким-то вашим ростом ростом как личность я бы так сказала и поэтому отвечая на вопрос что помогает вам реализации вашего желания это вот то что вы очень сильно замотивированы и достаточно продумано вот это вот ваша модель поведения и вы готовы получить этот результат то есть не только готовность что-то сделать для того чтобы получить это желание но и готовность принять окончательную точку своего желания то есть что это тот результат который вам будет даваться но есть здесь какая-то вот такая знаете обессознательная программа опять-таки двояко я не могу сказать что это то что вам как-то мешает да либо наоборот помогает в вашем желании программа это связано как раз таки с тем что вам нужно будет от чего-то отказаться вам нужно будет что-то что-то достаточно значимое важное вашей жизни оставить позади и вот здесь есть какая-то эмоциональное какое-то неудовлетворение до в плане того что вот у у меня ощущение что как будто бы своим желанием вы кому-то сделаете больно вы кому-то причините боль то есть знаете вот когда мы выбираем до остаться либо там не знаю условно говоря в отношении которые себя уже жили либо двинуться дальше то есть мое движение дальше она как будто бы причинит какую-то боль эмоциональное неудовлетворение другому человеку но здесь вот есть вот этот вот внутренний какой-то зов который вам говорит что вот вам нужно двигаться дальше такое ощущение что вот вы дождались того времени как будто бы вас ведут куда-то и вот вам нужно и вы преодолевая себя преодолевая вот какой-то здесь я про эмоции говорю вот этот свой эмоциональный фон вам придется как-то преодолеть самого себя для того чтобы двигаться дальше это знаете похоже на то что ну например когда ребенок маленький еще да и первый раз вы его оставляете там есть на либо в садике либо там с мамой и вот это вот связь она присутствует особенно когда это совсем прям грудной ребенок да но маме нужно выйти куда-то по делам вот этого чувства что что-то важное что-то значимое дома и мне менять они домой да мне надо вот это вот тяга либо когда вы оставляете ребенка первый раз садике вот он плачет и вот что-то такое щемящее в сердце цепляет и вы понимаете что ну да мне надо там есть на на работу пойти да то есть вот на надо что-то сделать но вот это вот щемящее боль что я оставляю что-то и в некой степени здесь присутствует это чувство вины нехорошее такое чувство вины плане того что ну вот какая я какая эгоистичная да в плане того что вот там мое какое-то надо превыше надо другого человека вот здесь вот эти вот мысли в этом плане они негативно влияет почему потому что я не могу сказать что вы колеблитесь в плане того чтобы остаться или нет вы уже приняли полное решение до двигаться дальше по крайней мере бессознательный ваш сценарий уже говорит о том что есть готовность и от дальнейшего продвижения получения вот к тому чего что вы хотите получить но ваше отношение к ситуации на данный момент она выпадает по четверке мечей то есть то как вы относитесь ваши мыслительные процессы сейчас вы как будто бы находитесь в некой такой знаете избегание я бы так сказала избегание принятия окончательного решения то есть вроде бы знаете вот все готово это тот момент когда вы готовитесь к поездке куда-либо вот и ну есть такая примета кто ее использует мы говорим давай присядем на дорожку да вот этот вот тот момент когда ты присаживаешься полная пауза вот и никто не разговаривает и вот эти вот минуты секунды не знаю сколько каждый держит эту паузу она какая-то такая дискомфортная вот здесь что-то такое то есть знаете как будто бы мешает реализации вашему желанию как будто бы какая-то слепая вера что а вдруг что-то из изменится в моем настоящем положении и мне не надо будет идти дальше потому что ваше желание оно связано непосредственно с неудовлетворением нынешней ситуации и здесь у вас не идет побег от нынешней ситуации а скорее я бы сказала ее развитие то есть вот дальше так как есть сейчас эта ситуация продолжаться не может она должна видоизмениться то есть все должно развиваться и вот есть какая-то надежда что вдруг вдруг вот эта ситуация она как будто бы самостоятельно но я не знаю разобьется в какую-то какое-то состояние которое вас будет удовлетворять но вот здесь есть какая-то вот это вот хитрость обман что я не своими руками а как будто бы вот но я не знаю там вселенная судьба как-то вмешается и все разрешится в мою пользу и тогда мне не надо будет идти дальше то есть вы как будто бы всеми способами хотите удержать себя в том положении в котором вы находитесь чтобы не двинуться дальше вот но с другой стороны вы очень четко осознаете что вот это вот движение дальнейшее она неизбежно и поэтому вот это вот четверка мечей как ваше отношение да я бы сказала это вот на данный момент единственное что мешает реализации вашему желанию даже вот вы как будто бы сами останавливаете этот процесс вы его замораживаете то есть возможно ситуация бы разворачивалась намного быстрее потому что мотивацию вас много у вас король жезла вышел на мотивацию такое активные очень огненный подвижный замотивированный готовый двигаться дальше но вот четверка мечей она все равно показывает некое такое замирание причем знаете не просто замирание потому что мне страшно еще что то нет сейчас нету страхов а это такое знаете а давай подождем это ощущение когда вот вы кого-то ждете и не знаю представьте себе перрон и вы куда-то уезжаете и вот вы ждете человека что он приедет с вами попрощаться и вы как будто бы периодически смотрите на часы в ожидании того что вот вот сейчас этот человек придет вот он придет и тогда мне не надо будет куда-то уезжать да а вы смотрите что вот ну уже все там было уже оповещение о том что сейчас поезд тронется мы уже зашли в свой вагон свое купе и все равно высматриваете где-то где это очень важная значимая личность которая должна прийти попрощаться даже не столь попрощаться сколько удержать меня и сказать что нет не уезжает им ты ты мне нужно ты мне для меня важно вот здесь какая-то такая энергия то есть вы из последних сил из последних попыток как будто бы стараетесь удержать эту ситуацию та которая вас не удовлетворяет на данный момент чтобы не пойти дальше но что шестерка мечей что восьмерка кубков что аркан мира они все говорят о дальнейшем вашем продвижении они все говорят о том что ну вот как будто бы эта ситуация она уже неизбежно потому что и так вам как будто бы дали вот этот вот как бланш и все равно пора двигаться дальше давайте на всякий случай вот еще еще по отдельности по две карты посмотрим что помогает что мешает хотя в принципе я рассказал единственное что вот это вот вашем сознании какие-то ваши мысли которые останавливает но знаете здесь еще такой момент по четверке мечей всегда вот этот отдых отдых ту паузу которая мы берем для для принятия какого-то решения вот некую такую передышку и вот здесь как раз таки говорит о том что я не могу найти решение до в своих мыслях и вот четверки мечей человек лежит именно в позе некой такой молитвы когда он ищет решение именно на тонком плане да то есть вот в этой позиции что призывая возможно какие-то силы здесь вот прям вера во что-то большее что что-то сверху снизойдет и поможет мне решить мою задачу но этого не произойдет почему потому что решение все-таки ваших руках вот здесь вам не хватает как будто бы решительность вот именно решиться на этот момент почему скажу потому что то что здесь должно произойти оно необратимо то есть обратного возврата не будет это не то что вот вы поехали куда-то в отпуск и обратно потом приедете через некоторое время к себе домой все нормально здесь как будто бы знаете момент расставания и все то есть больше ну то есть сжигаем сжигаем мосты за собой и поэтому вы так медлите потому что не хотите ошибиться и плюс ко всему по восьмерке кубков это очень важно это вот то что вы оставляете это не просто слова это имеет какой-то ценность для вас что он мешает и что помогает смотрите как интересно мешает колесо фортуны помогает тройка мечей то есть что мешает мешает именно вот оставить вот эту ситуацию некая такая повторность и вот то что я сказала надежда надежда на что-то лучшее на то что ситуация изменится и вот здесь как будто бы вам говорят чем больше вы надеете что ситуация изменится тем меньше у вас шансов на то что она действительно изменится здесь вот как будто бы перемены не невозможные мешает именно вот это вот цикличность потому что вы не как будто бы не развиваетесь колесо фортуны заворачивается не наверх к успеху а наоборот чем больше вы находитесь тем больше вы скатываетесь патефону вниз до на что-то такое хтонию на что такое подземные и ну теневое а что помогает тройка мечей вот как раз таки вот это вот ваше разочарование ваши слезы утрата она именно помогает она как будто бы наполняет вас здесь идет мотивация от не мотивация к я хочу получить что-то и поэтому я стремлюсь вперед а наоборот то что у меня уже было она меня не удовлетворяет мне уже не нравится у меня уже вот я здесь как будто бы да как какие-то переживания то есть причем знаете в тройке мечей ведь нигде не изображена кровь до три меча про пронзили сердце да то есть это мысли я уже пробовал бесконечное количество решений да какое решение принять что мне сделать и я нигде не в каком моменте не слушаю свое сердце да которая давно уже говорит о том что надо жить по сердцу а не как-то вот сам себя уговаривая да вот это вот нерешительность я просто после тройки у нас сразу выпала у нас здесь и четверка то что приносит нас вот это наша боль сердечная она и приводит нас к четверки мечей и вот это вот вот это негативное на самом деле она вам и помогает почему потому что вы уже понимаете что я хочу уже по-другому я хочу уже то что будет радовать мое сердце не то что будет огорчать да то есть я уже устал сам себе вонзать если правильно такое слово есть мечи в свое сердце то есть вот своими мыслями да я устал устала ранить самого себя вот здесь такой момент это была у нас с вами первая позиция я не планировал сразу скажу а делать расклад на тему там желание связанной чего-то такого какой-то конкретный до вещи предмета вот а скорее всего ну как обычно больше про состояние так позиция номер два красненькие камешек двоечки смотрим ваше желание да всегда про состояние чем связано 1 2 карты выпало с чем связано ваше желание ваше желание по королю мечей связано скорее всего с либо с принятием решения либо с анализом некой такой ситуации да то есть вы хотите как будто бы для себя определиться что мне нужно делать куда мне надо дальше двигаться здесь есть некая такая холодность дистанция от предмета вашего желания чего бы она не касалась да то есть вот здесь какая-то такая достаточно холодная энергия энергия анализа энергия моделирования своего дальнейшего пути здесь вот человек как будто бы сейчас отстранился абстрагировался от внешних каких-то факторов моментов да и вот он находится именно в позиции раздумья то есть вы сейчас будто о чем-то думаете о чем-то важным значимым для себя вы хотите принять здесь какое-то решение здесь интересно в одной руке он держит меч король меча в другой серп да то есть с одной стороны я как будто бы защищаюсь а с другой стороны я что-то отрезаю подрезаю что-то здесь такая достаточно серьезная для вас ситуация насколько у вас есть готовность либо мотивация получить то что вам сейчас необходимо выпадает аркан влюбленных до великий аркан который говорит о том что на данный момент вы находитесь как раз таки вот в состоянии определенности если у вас мотивация мотивация есть при условии того что эта ситуация она должна разрешиться достаточно гармонично эта ситуация должна очень красиво развернуться в вашей жизни таким образом чтобы как будто вы знаете вот не навредить не навредить никому здесь вот больше неких таких раздумий я бы сказала то есть вот я вроде бы и хочу здесь есть какая-то готовность но она такая знаете она еще и не уверенная да то есть пока вы как будто бы не полу не понимаете для себя окончательно нужно ли вам это желание или нет реализация этого желания почему потому что как результат этого желания у нас выпадает верховная жрица которая как раз таки очень хорошо дополняет аркан влюбленных в плане того что вот именно земная какая-то удовлетворенность от этого желания она пока не совсем понятно то есть здесь есть какие-то тайные моменты скрытые какие-то моменты необъяснимые непонятные которые пока вы еще как будто бы не видите ощущение того что ваше желание оно такое как-то более интуитивное то есть нету какой-то конкретики я не вижу чтобы здесь выпадали пендакли говорящие о том что вот это что-то такое достаточно конкретное и ощутимое то есть это скорее всего может касаться какой-то вот именно идеи некой идеи там делать либо не делать да это вот как-то больше связано с ментальным планом в каких-то ваших размышлениях это не то что вот как будто вы знаете мне здесь показывает как что-то что идет как человек который рисует то есть если допустим это какая-то одежда либо дизайн то здесь человек больше рисует но почему-то мне показано что вот он рисует какие-то вечерние такие знаете туалеты для женщин красивые с пышной юбкой в пол то есть здесь не то что это платье оно уже шито а здесь скорее всего некие такие наброски да то здесь идея ваше желание она как раз таки касается вот какой-то некой идеи которую вот вы своей голове прокручиваете но еще она не устаканилась то есть нет она еще не приобрела вот так скажу форму то еще как какой-то конкретики у вас нету то есть вы еще можете много раз всю ситуацию переиграть то есть вы можете где-то отказаться здесь еще знаете какая вещь по королю мечей то есть вы начинаете думать об этом желанию и в процессе вы вроде бы хотите но вот аркан влюбленный говорит о том что что-то в процессе вы находите более удовлетворительным для вас более интересным более манким более притягательным и вы как будто бы начинаете не то чтобы сомневаться а вы перепрыгиваете с одной мысли на другой и начинаете развивать другое потом третье и в конечном итоге вы понимаете что на той идее над которым основной вам нужно было поработать и принять какое-то решение вы от нее далеко ушли и вот заново начинается вот этот круг то есть вас периодически что-то перебрасывает на какую-то другую идею и вы оставляете и поэтому возможно сейчас на данный момент вы как будто бы абстрагировались от всех дистанцировались я бы так сказала здесь нету отшельника которая закрывается а здесь есть некая такая дистанция для того чтобы уменьшить какое-то внешнее влияние людей на принятие вашего собственного решения здесь у вас скорее всего по поводу этого желания вот именно физическая какая-то удовлетворенность от конечной точки от получения вашего результата она скорее всего будет связана как-то с эмоциями как-то на эмоциональном плане здесь вот присутствует какая-то дуальность вот какой-то баланс я не знаю вы как будто бы хотите уравновесить с гармонизировать каких-то два момента как будто бы найти какую-то золотую середину не то чтобы определиться там одно или другое а здесь вот как будто бы с гармонизировать что-то и вы очень долгое время об этом думаете это здесь идет оценка какой-то ситуации вот вы ее как будто бы рассматриваете со всех сторон что касается того что вам мешает то есть то что вот вам помогает это вот скорее всего те моменты когда вы принимаете какое-то решение анализируете рассматриваете определяетесь нужно оно вам или нет а вот это про то что помогает а вот что мешает вашему желанию у вас выходит какой-то вот бессознательный сценарий по пятерке кубков именно какой-то инфантильности в плане того что человек осознает что есть какая-то утрата утрата чего-то то есть того что было когда-то легко то что когда-то вам приносило какое-то удовлетворение эмоциональное здесь как будто бы даже есть разочарование от того что вы не ну не получили то есть вот какие-то ожидания здесь проходит у нас даже моменты какой-то скуки может быть неумение знаете как-то вот я бы сказала коммуницировать это когда очень долгое время находишься в отношениях браки когда все настолько уже приземленно когда люди утратили вот это вот близость связь друг с другом душевную близость я имею ввиду друг с другом и уже все так знаете вот как будто бы само собой разумеющиеся да все такое ну бытовое устаканившаяся вот и отсюда наступает вот это вот какая-то скука которая ведет за собой какие-то мысли в плане того что вы как будто бы разочаровываетесь вот именно в своем партнере и в плане того что вот а что я в тебе нашла вот когда-то когда-то в тебе была радость в тебе был огонек в тебе было вот это вот что-то что наполняло что мы как-то вот вместе проводили очень хорошо время да вот по тройке кубков а сейчас как раз таки наступил вот этот вот момент взросления когда мы оставляем позади вот эти вот три кубка но при этом мы приобретаем два вот эту вот какую-то близость что ли некую такую совместимость и мы ее сможем раскрыть только тогда когда мы ощутим себя психически зрелым человеком то есть вот этот вот этап легкости инфантильности он уже завершён и здесь вот человек как будто бы сожалеет о каких-то утратах и это является для вас негативным ключом вот именно вот ваш вот этот вот бессознательный сценарий по пятерке кубков возможно когда-то у вас в жизни уже были такие моменты которые влияют да то есть вот я как будто бы понадеялся на что-то а оно не случилось я как будто бы что-то утратил здесь может быть в детстве то есть я надеялся на то что допустим там один из моих родителей что-то мне сделает ну к примеру подарит какой-то подарок куклу или машинку на день рождения я очень надеялся в верил в это прямо здесь вот эмоции такие переполняют а этого не случилось и вот это вот какая-то знаете как возможно психологический триггер такой как мини травма что ли что вот а я ожидаю а оно никогда не происходит вот здесь вот какой-то вот такой вот паттерн есть да именно разочарование и видимо здесь у вас ситуация аналогичная повторялось не единожды и вот здесь вот вы как раз таки проигрывать это влияет негативно почему потому что вы изначально программируете вот отсюда у вас вот эти вот мысли и сомнения анализ оценка и отсюда я говорила по аркану влюбленных что вы хотите чтобы это вот гармонично развязалась почему потому что вы не можете вытерпеть вот эту вот психологическую боль которая у вас есть по пятерке кубков записанной то есть вы вы хотите избежать этого момента и вот здесь как будто бы это не получать вот это вот разочарование вы себя изначально программируете на неудачу то есть вы понимаете вы как будто бы не под тем углом смотрите на эту ситуацию да вот вы настолько погружены можете даже не осознавать ведь это бессознательный сценарий но вы можете проследить проанализировать когда у вас вот была аналогичная модель да почему вы разочаровывались да то есть не не смотрели как будто бы вперед а вы смотрите на прошлое на то что утрачено не то что вы приобрели кем вы стали а то что вы утратили все время как-то вот на потерю здесь акцент идет на потерю на какую-то боль и потерю но боль здесь не по тройке мечей а именно сожаление сожаление об утрате и вот в этот раз вы как будто бы снова боитесь что сможете утратить что-то что вот в этом решении что-то будет утрачено и вам хочется как будто вы знаете вот и и это удержать и вот то что вы хотите получить здесь об этом ваше отношение как раз таки вот к вашему желанию да я могу сказать что по семерке кубков и по аркану мага да вот вроде бы вы четко понимаете да и хотите и ну и знаете осознаете вот что вы хотите и вы знаете самое главное это даже не негативно это вот скорее всего даже позитивное помогу что вы знаете как это получить но семерка кубков она как будто бы хочется сказать замыливает вам взгляд то есть как будто вот здесь вот этот вот момент до определения он вам сложно дается вообще двойкам сама цифра по себе двойка она дуальная и вопросы выбора достаточно сложны но здесь вот как будто бы сложно вы в мыслях да вот вы как будто вы только мыслите мыслите что же вам делать да как бы вам определиться но вот у меня мне хочется сказать что вот вам надо здесь как будто бы поменьше думать и вот побольше делать и безусловно вы будете ошибаться и здесь не нужно себя как-то наказывать и осуждать за свои ошибки почему потому что у вас очень много вот в голове всех процессах происходит она на физике их как будто бы нет то есть если есть знания то они только в теории на практике достаточно сложно вам это все заземлить и здесь получается так что я вроде бы прекрасный классный теоретик я все знаю как мне нужно поступать но я не могу принять какое-то окончательное решение для того чтобы семерки кубков определиться то с чем я хочу то что я хочу и вот такое чувство что вот здесь вот проблема не решение вашей задачи желание не она связана с тем что очень много возможностей вот если бы было какой-то вы знаете вот ну я не знаю а хотите например куда-то поехать да и вот вы и вроде бы и туда хочу и другое место хочу а тут процессе еще и третье у вас как у маленького ребенка глаза вот отсюда я сказал вот этот инфантилизм он где-то вот здесь прослеживается что мне глаза разбежались и я не могу выбрать проще было бы чтобы вот вам купила мама там какую-то одежду из кого то вот это теперь ты носишь да вам может быть не понравится вы можете не согласиться но как-то быстренько успокаиваетесь почему не потому что выбора ну нету выбора и с этим муки а здесь у вас вот по поводу выбора есть есть какое-то беспокойство вот вы очень сильно беспокоитесь за этот момент что знаете а вдруг я выберу это и тем самым я лишаю себя какой-то вот очень важной задачи здесь вот такая вот идет подоплека это то что вам мешает то есть вы не смотрите на то что вот я выберу это и я вот это получу и меня потом будет вот такая жизнь это будет все классно здорово вы как будто бы знаете вот а а вдруг я не возьму вот это например вдруг я не куплю себе какое-то там платье а но бы нам не так классно если сделала либо потом было бы какой-то вот то я не знаю какая-то вечеринка я бы смогла его одеть здесь такое ощущение что вы как будто бы заранее хотите иметь какие-то гарантии по поводу вашего будущего чтобы не ошибиться вот чем больше вы желаете этих гарантий тем меньше вам они даются для чего для того чтобы вы как будто бы знаете меньше думали и больше действовали потому что вот влюбленные проводят какую-то оценку определяются да вот что что мне необходимо в этом мире дуальности верховная жрица она тоже говорит о неком таком балансе гармонии внутренним да то есть тот архетип как который четко понимает что мне не нужно не совершать каких-то действий потому что все что мне необходимо оно придет само ко мне да то есть в нужное время в нужный час в плане понимания того как устроены законы да то есть она не просто пассивно у нее есть объяснение своей пассивности да то есть она четко чувствует вот если надо действовать она действует только тогда когда время пришло то есть здесь фактор времени очень важен а у вас вот как будто бы ну очень много каких-то возможностей какого-то выбора и вот вам очень сложно определиться это единственная такой негатив да то что вам действительно вообще мешает в определении ваших собственных желаний то что вот все хочется здесь вот какой-то знаете вот детские детская какая-то такая вот позиция немножко бунтарской да вот мне идешь что как будто вот ваш внутренний ребенок он как будто бы может еще знаете выбирать на перекос кому-то вот то есть не потому что мне это надо а я сделаю чтобы вот не то чтобы насолить другому ну вот как римы ребенок да маленький он так делает вот назло кому-то я это сделаю вот мама говорит нельзя есть шоколадка я не хочу ее но я съел потому что мама запретила то здесь вот какой-то такой момент тоже может проходить да вам а жизненно необходимо принимать решение в спокойном состоянии в искать и в здравом уме в гармонии то есть никогда ни в коем случае не принимать какое-то решение на эмоциях оно будет ошибочно вам нужно принимать головой вот и я имею ввиду холодным таким разумом что ли все взвешивать а здесь вот эмоции здесь задействованы эмоции плюс ко всему вот этот вот ваш паттерн прошлого сценарий какой-то вытащу как первые позиции что вам мешает и что помогает реализации вашего желания 2 великих аркана аркан справедливости и аркан шута что вам мешает мешает как раз и вот паркану справедливости что значит аркан справедливости это значит холодный вот этот вот расчет плане анализа вы не умеете я говорил вам что вот вам надо с холодным холодной головы принимать решение оценивать вот здесь вот в этом как раз и проблема что вы не умеете взвешивать и рассматривать разные варианты исходя из такой знаете вот аркан справедливости это очень мощная сильная энергия холодная которая влияет в принципе на всю нашу жизнь то есть аркан справедливости быть справедливо быть непредвзятым вот у вас как будто бы при анализе какой-то ситуации в данном случае касательно вашего желания есть какая-то предвзятость вот вы не можете абстрагироваться и от этой ситуации и с сухой какой-то логикой рассмотреть ситуацию почему потому что вот эти вот эмоции да а вдруг обижу а вдруг раню здесь вот ну вот это вот очень-очень мешает оно не помогает здесь надо вот прям знаете аркан справедливости когда идет наказание кого-то за следствие его собственного выбора и здесь допустим если что-то происходит с другим человеком вы не должны ощущать чувство вины за другого человека это его выбор и его решение точно так же как и ваш выбор и ваше решение вы должны нести ответственность за себя а вы включаетесь именно эмоционально в другого человека и вот вам сложно тогда определиться если мы говорим например о предметах о вещах обездушенным да каком-то объекте это здесь опять-таки вы включаете какое-то свое состояние и сложно вот здесь вот эмоции мешают эмоции мешают не умеете вы делать знаете вот как-то хочется сказать расчет здесь вот как будто бы люди которые ну больше такие творческие больше эмоциональные здесь не будет людей которые я не знаю бухгалтер например либо человек который работает например с бумагами в каком-то таком знаете вот отделе где все такое холодное да то есть вот взял бумажку положил нет вот вам все равно какое-то общение какое-то творчество должно быть вы не можете работать по аркану справедливости здесь вот вам вот это вот как раз таки и мешает неумение неумение принимать решение здесь даже если перевернутый аркан да в данном случае мы же как минусы вычитаем не желание что-либо менять своей жизни почему потому что вот это вот стабильность понятность конкретность структурность все больше что-то другое мне не нужно вот я вот вот так да то есть как будто бы ну не приемлете каких-то изменений почему потому что любые изменения они предполагают какие-то эмоциональные переживания и вот эти вот эмоциональные переживания они к вам ну идут вот по пятерке кубков достаточно болезненно поэтому здесь я бы сказала что аркан справедливости он как будто бы перевернутый идет ну что помогает помогает вам аркан шута то есть с другой стороны вот это вот интерес любознательность открытость где-то какой-то некий такой авантюризм желание попробовать желание заглянуть что там есть в этой коробочке вот какой-то такой знаете азарт детской с одной стороны да вот этот весь анализ ну его в баню мне с ним тяжело а вот с другой стороны вот вас мотивирует именно на определение того что вы хотите своего собственного желания именно любопытство любопытные варваре на базаре нос оторвали да вот здесь вот как раз может быть у кого-то сейчас нос заложен да проблемы с носом такой тоже может быть а кто-то сейчас готовит и вот именно перчит что-то потому что мне идет перец запах перец либо специи которые похожи очень на запах перца вот здесь что вам поможет именно как-то знаете какая-то заинтересованность какая-то заинтересованность и неопределенность то есть вот с одной стороны мы хотели бы что-то конкретное но вот с другой стороны по аркану шута вот это вот знаете а давай-ка я попробую а вот просто вот ну это как маленькие дети когда что-то придумали такое каверзное да они же не думает о последствиях они просто вот включаются в этот процесс там что-то сделали да нашкотничали им весело они от этого получают какое-то удовольствие а то что будет потом последствия какие-то наказания это пускай потом я подумаю а сейчас важно вот включиться в этот процесс поэтому вот вам в вашем желании поможет именно аркан шута желание как-то дальше двигаться и вот это вот расширение вашего сознания то есть пробовать то что вы ранее не пробовали то есть включить что-то чего в вашей жизни раньше не было и включиться именно эмоционально так как вы любите только здесь эмоции они должны быть в позитивном ключе не в негативном через утрату а именно в позитивном вот такое у меня было для вас желание двоечки мы переходим к позиции номер три зеленому камешку и смотрим троечки ваше желание на данный момент чего она может касаться каких энергий однозначно вот и что помогает его исполнению и что мешает ваше желание касается какой-то сложные ситуации достаточно критичный я бы сказала так недостатка да да ситуация касается пятерки пендаклей касается возможно для кого-то это это желание имеет прямое отношение к физическому здоровью да возможно это имеет даже отношение к деньгам то есть для кого-то однозначно здесь это желание имеет отношение к тому что вам не достает то есть то что вы чувствуете сейчас именно недостаток дефицит в чем-либо причем такое ощущение что это желание оно не касается только вас напрямую но косвенно затрагивает еще как кого-то какого-то одного человека а вы как будто бы на этого человека не очень-то и обращаете внимание но он присутствует вот в этой данной ситуации в этом данном желании вы ориентируете здесь больше на себя вот а как будто бы вот второй персонаж он больше за вами следует то есть вы ведущий человек а второй персонаж ведомый больше здесь это желание будет касаться какого-то знаете переосмысления чего-либо то есть разрушение того что то за что вы держались то есть то что долгое время у вас было стабильно и оно как будто бы работало а сейчас здесь вот как будто бы новое какое-то мировосприятие должно произойти в вашей в вашей жизни какие-то перемены то есть это кризисная ситуация она как-то повлияет на на вашу жизнь вот ваше желание оно как раз таки с этим может быть связано сказать что вы очень сильно заинтересованы замотивированы в реализации своего желания я не могу я бы сказала что ваш уровень мотивации он зависит от вашего внутреннего удовлетворения эмоционального насколько вы будете удовлетворены от результата вашего собственного желания то есть я вроде бы и хочу но я как-то не совсем то ли вы не понимаете как вы это можете получить но вот вы как будто бы соскальзываете здесь вот как-то идет знаете мотивация такая что вот если бы она само собой как-то развивалась то тогда бы я подключился к этому процессу и продолжал бы что-то сделать то есть вот здесь какая-то гибкость должна быть здесь нету огненности здесь нету вот прям такого сильного стремления здесь очень сильно акцент идет на внутреннее эмоциональное состояние и удовлетворение то есть если то что вы хотите не будет нарушать ваше внутреннее удовлетворение то да я как будто бы готов но если вот ваше внутреннее какое-то спокойствие будет нарушена я готов отказаться от этого желания что вы получаете здесь на выходе да это желание насколько она вас вот физическом мире будет удовлетворять здесь опять таки хочется сказать ну все будет вот зависеть как будто бы от этого желания здесь даже как будто бы не от вас зависит потому что тушь жезлов он мне говорит о том что потенциал есть но что из этого выйдет неизвестно то есть либо это меня обожжет либо наоборот как-то вот наполнит здесь идет какое-то знаете вот некое опасение здесь есть какая-то вот опасность от этого желания то ли оно какое-то рискованное то ли оно оно не знаешь как оно проявит себя бессознательные сценарии для реализации вот этого желания то есть то что вам мешает по сути да мешает вам то есть помогает я сказала да вот это вот внутреннее какое-то удовлетворение а мешает аркан повешенного вот эти вот какое-то ограничение какое-то лишение возможно вы уже устали себя все время в чем-то ограничивать все время в чем-то себя лишать вот ощущение этой жертвы здесь возможно ваше желание но каким-то образом связано с тем что вы его не сразу получите не напрямую а оно как будто бы вот в несколько этапов будет и вот эти вот этапы до того момента как вы получите то что вы хотите они будут вас в чем-то ограничивать вы будете себя чего-то лишать там я не знаю каких-то ресурсов сна может быть отдыха там денег и вот это вот ощущение что я уже устал я долгое время здесь вот это вот усталость я долгое время нахожусь вот в этом повешенном состоянии все время себя лишаю ограничиваю я больше так не хочу то есть здесь вот этот сценарий лишения себя и вот какой-то зависшие ситуации что очень медленно вообще вот все что связано с медлительностью здесь вас очень сильно напрягает в этом ваше отношение к тому вашему желанию оно такое достаточно позитивное но опять-таки оно по пажу пендакли оно слишком ну мелковатое то есть есть желание как-то вот вкладываться есть желание чему-то учиться возможно в процессе рассматривать эту ситуацию вы как будто бы видите ценность вашего собственного желания но это вот все настолько мелко по пажу это вот все вы как будто бы можете задушить на корню вот это вот свое собственное желание я не могу понять здесь чем оно связано но какая-то вот ситуация такая неоднозначная давайте лучше допы что мешает и что помогает вот как интересно что мешает рыцарь пендакли а чтобы помогает король пендакли то есть вот здесь точно имеет отношение либо либо к физическому миру да то есть к деньгам либо это ваше желание имеет отношение к чему-то что касается ценностей очень очень чего-то такого значимую ценному для вас что мешает рыцарь пендакли мешает то что вот то что вы хотите это долгий процесс здесь надо долго вкладываться здесь понимаете вы подогнать вот эту вот ситуацию быстро ее как-то повлиять на ее реализацию вы не можете отсюда у вас бессознательный сценарий что хватит я уже устал долгое время ничего не происходит и вот это вот для вас на вас действует на ваше желание достаточно негативно потому что подгонять я не не смогу и это надо будет медленно шаг за шагом двигаться здесь необходимо терпение здесь необходимо какая-то вот размеренность некая такая монотонность это вас очень сильно напрягает почему долгое время как будто бы вы не можете понять какого-то конкретного результата а что помогает вам это вот как раз таки король пендакли это конечная точка того что насколько я буду вот изобилен насколько в конечном итоге я смогу получить ну то есть какая-то выгода от того что у меня будет то есть я могу предположить что ваше желание оно долгосрочное на перспективу вы видите что да это будет классно по королю пендакли у нас здесь еще и туз жезла выпадал и что да ну вот это может реализовать как-то вообще сделать включить во мне какие-то амбиции какие-то желания искру зажечь во мне то есть но мне мне от этого будет хорошо будет приятно поэтому у вас и на мотивацию вышел король кубков то как вы реагируете реагируете здесь достаточно эмоционально да то есть переживаете по поводу этого желания но при этом да у вас все-таки голова работает по королю кубков вы все равно как-то ну анализируете эту ситуацию конечном итоге влияет вот именно желание ну например там если мы говорим устроиться куда-то на работу туда деньги которые я там буду получать перспективы дальнейшие они меня будут полностью удовлетворять но возможно до того момента до того уровня куда вы там хотите достичь чего-то вы понимаете что она будет очень много вкладываться очень много себя лишать возможно каких-то выходных отдыха до вдалеке от своей семьи вдалеке от там друзей возможно возможно надо будет работать сверхурочно за минимальную какую-то сумму пока как будто вы знаете как некий такой стажер пока не научишься чему-то да на перспективу это хорошо но вот пока это придет перспектива я я много-много буду вкладываться я не уверен что в конечном итоге я получу то что я хочу вы как будто бы видите что вы это можете получить но вы не уверены потому что сама пятерка пендакли кризисная карта она говорит о том что есть какого какое-то неравенство где вот вы вы отдаете больше до чем получаете вы как будто бы заинтересованы в этой ситуации больше чем ситуация в вас поэтому что мешает что мешает я бы сказала что вот в этой ситуации вот как будто бы нет уверенности понимаете уверенности какой-то гарантии и это причина всего вот именно вашей мотивации я просто думаю что для того чтобы вы это ваше желание реализовалась вам необходимо на данный момент мотивация желание но на это желание влияет в большей степени аркан умеренности вот этот ваш бессознательный сценарий того что я не хочу быть жертвой возможно она каким-то образом эта ситуация напоминает триггерит что-то из вашего прошлого когда был какой-то возможно обман когда было какое-то лишение была какая-то подстава вот когда вы ощутили себя в негативном каком-то ключе да что вот мы не знаю может быть вами попользовались и вот это ощущение что неудовлетворение это вот как раз когда когда мы стажером работаем да за бесплатно либо за какую-то минимальную сумму вот это вот ощущение что я работаю там я не знаю за всех а получаю какие-то гроши и вот это вот ну несправедливости вот повешенной он и говорит он включает то есть вот в этом желание не на вас влияет вот это бессознательный сценарий вашего пятерка мечей здесь выходит то есть повешенным как раз таки связано вот с какой-то с какой-то несправедливостью что ли с какой-то что-то у вас было там в прошлом как будто бы вы знаете себя лишаете чего-то там я не знаю лишаете получаете например какую-то пост да на работе но при этом лишаете себя того чтобы видеться с друзьями как-то отдыхать возможно выговор получили когда-то вот как-то либо вас лишили каких-то премиальных вот что-то такое было здесь речь идет как будто бы о профессиональной сфере здесь вы загадали какое-то свое желание либо связанное с деньгами вот однозначно какая-то критика 40 конфликтность здесь еще знаете по пятерке мечей что может быть коль у нас выпадает на эмоции аркан повешенный того что вот кто-то вам причинил боль по причине того что вот мне больно и тебе будет больно да то есть вот как будто бы один там что-то на накосячил и вот он подтащил вас за собой то есть ну не буду же я тонуть 1 и вот он потащил вас на дно с собой хотя возможно но я не знаю может быть здесь какое-то партнерство было вот все-таки по пятерке педакли выходит но ваши как будто бы вина она была минимальная просто из-за того что вот вы были как-то в связке либо вас подставили ну вот ощущение того что вот мне больно какая-то конфликтная ситуация на собаке гавкает конфликтная ситуация как будто вот вас поставили мне более и тебе должно быть больно вот что-то такое да то есть наказание паркан у колесницы как-то это было связано с вашим дальнейшем с вашим дальнейшем путем дальнейшем как-то продвижением прорыве то ли вас критиковали осуждали за ту за ту инициацию которую вы взяли инициацию почему инициацию сказали не знаю ладно за инициативу которую вы взяли на себя вот как будто бы инициатива наказуема и поэтому вы как сейчас не решаетесь что-то сделать либо то желание если касается профессии здесь есть какой-то страх какая-то работа у вас такая если выбрали где надо быть конкретным четким в своих такая серьезная какая-то организация где ошибки очень ну наказуемые ну и ведут за собой последствия такие знаете вот очень очень серьезно ну в плане того что ошиблись не только что вас могут уволить да еще вот и посадить могут вот что-то здесь мне такое идет вот там если например какая-то военная организация то есть какие-то последствия очень серьезные которые вас напрягают вот здесь может быть с этим тоже до хорошие деньги но вот последствия не мы не дай бог каждому вот что-то такое вот такого это у меня был расклад для вас троечки пишите свои ситуации чего они касаются я с вами прощаюсь до новых раскладов всем пока пока пока